...фольклорных историй, ее традиционный объект охоты — кролик. Как все травоядные, кролики проводят много времени за едой, низко опустив голову на открытом пространстве. Но при малейшем признаке опасности они проявляют молниеносную реакцию. Стараясь держаться в укрытии, лиса использует любой камуфляж, который может предоставить арену сражения. Эти юные кролики оказались в опасной удаленности от дома. Под прикрытием кустарника лиса готовит очередную атаку. Ей нужно подобраться поближе. Высокая трава помогает ей оставаться незамеченной. Как спринтеры, лиса и кролик примерно равны по силам. Но всегда ли рельеф местности в пользу лисы? Как может кролик изменить ситуацию? Кролики обладают панорамным зрением и острым слухом, настроенным на определение малейших признаков опасности. Коллективное питание — это множество глаз и ушей. Когда враг подбирается слишком близко, решение одно — бежать. Нора — это кроличий бункер. Куда лисе не забраться? Здесь на стороне кролика выступает почва, мягкая, в которой легко рыть глубокие норы. Но если здесь и безопасно, как кролики узнают, что наверху все спокойно? Их соседи используют само поле сражения для передачи сигналов тревоги. Кролики будут сидеть внизу, пока сверху доносятся постукивание лап. Но лиса знает, что рано или поздно тревога спадет. А когда это случится, нора представляет собой идеальное место для организации засады. Кролики — хитрые создания. И добыча лисе далеко не всегда гарантирована. Кролики — хитрые создания.